Слава Украине! Привет всем от Молонского! Друзья мои, я вот рассказывал вам о проблемах восстановления российских танков, основного боевого танка, так сказать, Т-72 и прочих танков. И вот рассказывал вам о том, что на сегодняшний день у них, собственно говоря, нет возможности массово восстанавливать танки и производить новые. Вот те же самые Т-90 новых моделей, новых модификаций, которые тоже подбиваются, но хотя бы чего-то стоят и являются, в общем-то, неплохими. Танками, ну, как бы на свое время, конечно. Так вот, они их могут произвести, чтобы вы понимали, 5-6 в месяц, при том, что в неурожайный день их выбивается там 8-9 штук у них танков, да. И вот на сегодня, на одной из станций заметили, едущий в сторону Украины тоже Т-90, но есть нюанс. Это Т-90 самых-самых первых годов выпуска, то есть, наверное, год, ну, может, 92-го, вот так вот, да. То есть, с начала 90-х и, скажем так, вот этот танк восстановить до нормальной кондиции будет посложнее, то есть, довести его до уровня Т-90М, например, гораздо сложнее, чем довести до уровня более-менее нормального, то же самое Т-72, то есть, это и материалозатратно, и сложнее, и т.д., и т.п., и дороже, конечно же, и дольше. О чем говорит восстановление вот первоначальных, ранних, ранних, вот так правильно будет, да, ранних моделей танков Т-90, о том, что восстанавливать больше уже практически нечего. То есть, все остальное, которое там стоит, включая там Т-55, Т-54, ну, те вообще желательно им использовать только или с ангаром на голове, или в качестве самоходок, да. Ну, как я, с них самоходка тоже никакая. Вот. Так, Т-62 не неудачные, Т-64 у них мало, Т-72, Т-72 тоже все, что остались в таком состоянии паршивом, что там уже нечего восстанавливать. То есть, речь идет о том, что фактически им на сегодняшний день приходится уже восстанавливать трудновосстановимые танки, то есть, которые очень долго восстанавливают, очень дорого и с непонятным результатом. Это говорит о том, что на складах осталось уже мало чего. И вот, честно говоря, перспектива вот войны в долгую для Путина в такой ситуации, ну, скажем так, выглядит совершенно малоприятной. И тут становится почему понятным, откуда вот эта вот такая тяга у всех вдруг проснулась к переговорам, почему нужны переговоры. Ну, я вам еще раз говорил и повторяю, у Путина дела неважнецкие, собственно говоря, с этими всеми, с восстановлением, прежде всего, брони и стволов, я имею в виду стволов, пушек, артиллерии. И то, и то в таком нехорошем состоянии. И вот тут очень многое, собственно говоря, зависит от наших партнеров. Смотрите, с одной стороны некоторые хотят усадить нас как можно быстрее за стол переговоров, а некоторые все-таки сходятся на том, что перед столом переговоров желательно бы России как следует навалять. Тем паче, что, знаете, без проник техники, с одним только большим количеством лишнего состава ты много не навоюешь. Ну, вот будем надеяться на то, что, на то, что все-таки, наверное, возобладает второй подход. Переговоры все равно какие-то там когда-то будут. Вот, но их желательно начинать с лучших позиций, да, когда противник понимает, что он отступает и что воевать ему уже, собственно говоря, по большому счету нечем. Продолжение следует...